Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Больше секций и кружков. В Ульяновске грядут хорошие перемены в сфере дополнительного образования. Что будет с аварийным домом на Октябрьской и куда переселят труженицу тыла? Ретроавтомобиль из гаража правительства Ульяновской области переехал на выставку в гараж СССР. В Ульяновской области расширяется губернаторская ипотека, а все свободные деньги идут на национальные проекты. Аварийный дом ремонтировать или сносить? Ответ на данный вопрос крайне индивидуален. Наш материал про ситуацию, которая возникла в Засвияжском районе. Но самое важное в этой истории, что в аварийном доме живет труженица тыла. Первыми интерес к аварийному дому номер 8 по улице Октябрьской проявили соцсети. Построенный в 1949 году дом пришел в полную негодность. Сгнили все трубы, потолки во многих квартирах готовы вот-вот обвалиться на головы. В этих ужасных условиях проживает труженица тыла Антонина Абрамова. На аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов жестко поставил вопрос о необходимости решения проблемы жильцов дома. Это ладно, вот еще руководитель общественной палаты поднимает этот вопрос, там вот, что называется, выловил эту информацию, показывает, хотя бы и без него должны выловить. Но я не знаю, кто это. Ветеран Великой Отечественной войны, как Саасанчев здесь сейчас читает слова человека. Или это дитя войны. В общем-то, без разницы. Мы с Сергеем Николаевичем договорились о том, что это свидетели войны. Это люди, которые видели войну. И не просто видели, а сделали все, чтобы, так сказать, там мы победили. Губернатор посетил семью Антонина Абрамовой, чтобы на месте разобраться в ситуации. Глава области отметил, что никакой косметический ремонт в таких условиях не поможет. Первоначальные сроки расселения дома уже перенесены с 2028 на 2021 год. Но губернатор отметил, что это решение является полумерой. Правительство во главе с Александром Александровичем, администрация города, во главе с Сергеем Сергеевичем, представило мне предложение по корректировке нашего бюджета и по изысканию этих средств для того, чтобы расселить этот дом. Разговор идет о 20 миллионах рублей. Губернатор дал чиновникам недельное размышление и принятие решения о расселении дома. Глава области напомнил, что все живые свидетели Великой Отечественной войны должны жить в комфортных условиях. Егор Титов, новости Управда ТВ. Чем занять ребенка, как привить интерес к искусству или спорту? Ведь известно, что хорошие привычки идут с молодых ногтей. Что думает современная молодежь о кружках и секциях? И как себя чувствует детский досуговый центр «Симбирцит»? Узнайте в материале Виктории Черковой. К подрастающему поколению больше творчества и спорта. Детский досуговый центр «Симбирцит» на улице Крустальной открылся после ремонта. Обновленный клуб по интересам посетили его воспитанники, преподаватели и руководители Ульяновских школ. Центр состоит из 27 кружков. Со спортивными и музыкальными соседствуют рукодельные, художественные и актерские. В них занимаются ребята от 5 до 18 лет. С возрастом дети не теряют интерес к творчеству и спорту. Старшеклассники посещают центр с большим удовольствием. Я здесь начинал с самого маленького возраста, с первого класса. Педагоги, с которыми я здесь занимаюсь, дали мне путевку в жизнь, реализовать себя, показать себя. Участвовал во многих конкурсах городских, областных, районных, где занимал первые, вторые, третьи места. На церемонию открытия обновленного центра приехал Сергей Морозов. Губернатор осмотрел аудиторию и опробовал новый спортивный инвентарь. Затем главу региона ждал приятный сюрприз. Юную рукодельницу презентовали ему герб Российской Федерации, искусно вышитый бисером. Мы делали его своими руками, специально для вас. Спасибо. Можно тогда, уж я заодно. У нас сертификат признательности есть. Мы прям сами бисером вышивали. Вот какая красота. После встречи с творческой молодежью губернатор обсудил с коллегами из Минобра развитие сферы дополнительного образования. Например, в задачи федерального проекта «Успех каждого ребенка» входит строительство новых школ искусств и развивающих центров, а также переоборудование уже имеющихся заведений. Разработали с вами стратегию развития дополнительного образования до 2023 года включительно. Мы с вами создали крупный региональный центр дополнительного образования. В общем-то, реализуем интересный проект, успех каждого ребенка и многое-многое другое. Программа на ближайшие три года составлена насыщенная. Планируется, что в парках и дворах будут воплощаться такие проекты, как дворовой спорт, уроки под открытым небом, наука на траве, народный хор и уличные танцы. 92 миллиона рублей будет вложено в развитие учреждений дополнительного образования. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Уллправды ТВ. На единовременную выплату для внесения первоначального взноса или его части теперь могут рассчитывать работники авиастроительной отрасли. Изменения в программу губернаторской ипотеки рассмотрели на очередном заседании правительства. Подробности у Ринаты Алиуловой. Сборщик, клепальщик, оператор станков с программным управлением, слесарь по изготовлению доводки деталей летательного аппарата. Работники с дефицитной профессией в авиастроении теперь могут рассчитывать на губернаторскую ипотеку в Ульяновской области. 150 тысяч рублей на первоначальный взнос за жилье. Я очень рад, что теперь специалисты технической специальности смогут воспользоваться данной программой. Для молодых семей особенно приобретение нового жилья было проблемой. В настоящее время мы живем у родителей с моей семьей, и для нас участие в этом программе будет облегчить жизнь. Решение о расширении категории участников программы приняли на очередном заседании правительства. Участники также поддержали изменения в закон о бюджете региона в части структуры источников финансирования. Региональное правительство готовится к выпуску облигаций для оздоровления долговой нагрузки. Специалисты уверяют, Центробанк снизил ключевую ставку до 6%. Это выгодно для привлечения дешевых источников финансирования дефицита бюджета на длительный срок. Мы сможем на 7 лет, на 7 миллиардов сделать облигационный займ. И это позволит нам изменить структуру долгового портфеля, то есть, соответственно, снизив еще долю коммерческих кредитов. И, конечно же, снизить расходы на обслуживание государственного долга. Говорили на заседании и об ответственном обращении с бездомными животными. Проверили свет в части финансового обеспечения государства. Изменения в региональную законодательную систему вносятся на основании требований федерального канона. Так, процедуры содержания приобретают новые требования исполнения. Вводится система отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска обратно на волю. В новом проекте закону вводится понятие приюта. Потому что без вот этого, не просто понимания, а без объекта, действие закона невозможно. То есть, четко проговаривается, что все отловленные животные должны помещаться в приют. Сергей Морозов, в свою очередь, сделал акцент на новые подходы в работе органов власти и провел параллель с нацпроектами. Просил бы всех руководителей исполнительных органов государственной власти, вот членов правительства, проанализировать еще раз свою организационную штатную структуру. Быть готовыми о том, что мы будем еще сокращать расходы на содержание органов власти, все высвобождаемые средства направлять на реализацию национальных проектов. Разбавило сухую повестку заседание правительства церемония награждения. Губернатор ручил наручен часы Алексею Власовым. Ученик 10 класса 20 лицея стал одним из лучших юных математиков Евразии. По итогу международного конкурса «Я решаю». Благодарность глава региона также выразил родителям юноши и его наставнику. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Работать эффективно, встречаться не реже раз в месяц. Губернатор Ульяновской области решил упорядочить работу деятелей спорта, политиков и общественников. В этом году глава региона возглавил совет по развитию физической культуры и спорта. В Ульяновском институте футбола состоялось первое заседание, на котором обсудили создание новых рабочих групп и планы на будущее. А следующее заседание совета будет посвящено теме о ходе реализации проекта «Спорт. Норма жизни в Ульяновской области». Коллекция музея гараж СССР «Ретро-мототехника», расположенного на территории комплекса дома-музея Ленина, пополнилась. Новый экспонат уникален, ведь это персональный автомобиль бывшего губернатора Ульяновской области Юрия Фроловича Горячего. Ирина Антонова с места событий. Правительственный ретроавтомобиль «ГАЗ-14 Чайка» передан в выставочный павильон «Гараж СССР Ротомототехника» для постоянного экспонирования. Автомобиль закончил свою эксплуатацию 10 лет назад. По городу, до ворот усадьбы Ульяновых, он был доставлен на эвакуаторе, а во двор въехал своим ходом. В сегодняшнее время бытует мнение о том, что мы якобы не умеем делать хорошие автомобили, и что самый лучший автомобиль – это где-нибудь сделано либо на Западе, либо в Японии, или в Корее. То это, наверное, глубокое заблуждение, потому что то, что сейчас мы видим, это по-настоящему не просто автомобиль, это, наверное, даже произведение искусства. Причем все сделано для удобства человека. И коробка автомат, и очень удобные сидения. А самое главное, как рассказывают, очень безопасные. Автомобиль 1984 года выпуска – продукт Горьковского автозавода. Чайку приобрели для руководителя области Юрия Фроловича Горячего. В то время машина была единственным авто в регионе данной модели. Автомобиль действительно уникален. Он оснащен шестилитровым восьмицилиндровым бензиновым двигателем от бронетранспортера и автоматической коробкой передач. Машина могла разгоняться практически до 200 км в час. Имела максимальный уровень безопасности и комфорта для своего времени. Таких чаек было выпущено всего 1120 штук. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ. Согласно прогнозу синоптика, 18 февраля в регионе ожидается теплая погода. Температура воздуха днем удержится на около нулевой отметке. Ветер юго-западный – 7 метров в секунду. Высока вероятность дождя со снегом. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18, 30, 20, 30 и 22, 30. А также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова